Господа, здравствуйте! Небольшое видео по поступлению новых кормушек, очередному поступлению качественных, хороших кормушек от различных фирм-производителей. Два слова буквально упомянусь о каждой, наверное, из них. Ну, начнем вот с такой серии. У нас она одна пока от Браунинга. Почему одна? Потому что раньше качество Браунинга мне не нравилось, и я не брал их себе в магазин. Он вначале взял на свой страх и риск, но люди стали приходить и говорить, что там на второй, третьей рыбалке вот эти вот заклепки, они выскакивали из пластика, и люди их возвращали, хотели уже вернуть. Поэтому мы, в общем-то, в качестве компенсации им бесплатно отдали другие модельки, да, и на этом меня в я кормушке Браунинг брать перестал. Но вот в этом сезоне они изменили подход к делу, да, и вот именно конкретно вот эта серия для стоячей воды, как правило, она вот очень неплохая, такие наперсточки, на пикерочек, на лайтфидер, да, они работают хорошо, хорошо летит кормушка, да, и по качеству тоже не уступает. Сразу упомянусь по поводу вертлюжка, то есть здесь, с моей точки зрения, это оптимально, то есть впаянный вертлюг, который не даст захлесты, да, зацепы какие-то там, не даст делать лески в поросячий хвостик закрутиться, да, и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, вот такой вертлюжок, это очень такая полезная вещь. Вот, что какой здесь минус, опять же, у Браунинга? Но, опять же, это я не могу сказать, что до конца минус, да, почему именно на стоячей воде? Потому что здесь плоский груз и нет грунтозацепов. Соответственно, что при прочих равных условиях, если мы положим кормушку, допустим, с грунтозацепами, как вот эта, да, то нам придется утяжелять. Вес увеличивать, утяжелять в целом всю оснастку, это негативно скажется на, ну, в целом ловле, да, там деликатность оснастки будет оставлять желать лучшего. Вот, это первый. Второй момент. Вот эти кормушечки, они тяжело всплывают. И вообще вся сетка, вот давайте я другую уже возьму, вот такая сетчатая кормушка, плюс ее в том, что они дают, конечно, быстрое вымывание корма, активный лифтинг, да, частички из каждой ячейки взлетают, да, опускаются, насыщаются водой, вновь падают и так далее. Получается такой вот гейзер такой, вверх-вниз, да, если это стоячая вода. Вот, ну, на течении, соответственно, это уносится течением. Вот, здесь стоят грунтозацепы, что, в общем-то, предполагает тоже, что кормушка может использоваться и на течении, наверное, в одной из первых очередей. Минус сетки в том, что она очень тяжело всплывает. Когда вы подматываете, да, давление воды создается на каждую ячейку, и она очень тяжело выходит. Когда у вас на том, на поводке болтается еще лещ, да, то, соответственно, шанс то, что он оторвет или сойдет, возрастает, потому что будет взаимное сопротивление. Кормушка, которая болтается, еле-еле входит, да, плюс еще дергание, будет рыбка дергаться. Поэтому, скажем так, вот такие кормушки я применяю в крайнем случае, только тогда, когда мне действительно необходим вот эта клетка в качестве лифтинга. А в какой, ну, давайте вот такой секрет маленький открою, да, наверное, все знают, что, допустим, вот когда ситуации часто бывают днем, летом, когда там теплая вода и так далее, лещ, рыба на точке стоит, но не клюет, да, начинают многие там советовать ароматику, пшикать дипы какие-то на насадке там и так далее. Это иногда работает, действительно, да, иногда можно смещаться чуть ниже по течению, если вы ловите, да, но вот у меня такое вот, я, наверное, по-моему, нигде это не говорил, но у меня вот пару спортсменов, кстати, они вот в этот момент, наверное, у меня взяли, попросили тоже, чтобы я не рассказывал это, потому что они этим пользуются. Это вот, скажем так, мой выход, когда я специально на точку привлекаю мелочь, для того, чтобы своей активностью, это вот мелочевка, она начинает активизировать и клев крупной рыбы. Вот, для чего, как привлечь мелочь? Это лифтинг, то есть максимально я заполняю кормушку, чтобы она взрывалась буквально, да, чтобы все эти частички или по течению уносились, вверх всплывали, да, то есть это получается уклейка, дальше тут густерки мелкие, подлечки, там плотвички какие-то крохотные, да, и вот это тогда, когда я знаю, что на точке есть крупная рыба, но она не клюет и раскрывать ее тяжело. Тяжело, то есть я забрасываю, поводок даже в слизи приходит, я вижу по всем признакам, что там стоит крупная лещ, да, там я пробую разные оснастки, там вертолеты два узла, так называемые, когда мы фидером ловим, да, вот, но если даже иногда бывает и это не срабатывает, хотя часто именно срабатывает, то есть я именно вертолеты два узла, у меня вот, ну, из 10 таких рыбалок, 7 рыбалок я спасаю только вот этой оснасткой, потому что рыбка стоит выше дна, и она, когда на патерностере, на там симметричной, несимметричной петле, там на инлайне, у нас насадка идет, не лежит внизу, на дне, а мне надо поднять насадку на дно, как это сделать, это вот моя, скажем так, модернизированная оснастка вертолета два узла, кому интересно, я это расскажу, потому что оснастка длинная, я специально делаю, чтобы у меня насадка была в толще воды, а не лежала на дне, ну вот я отвлекся, да, но если примерно 20% из 100, когда рыбку расклевать, то есть леща заставить клевать невозможно даже здесь, и вот у меня выручала много раз именно вот эта тактика, когда я собираю мелочь, терплю ее, она, естественно, съедает у меня эту насадку, теребит и так далее, но именно она своей активностью позволяет либо заставить леща на дно опуститься ниже, либо заставить клевать на тот же вертолет и два узла, да, или там на классический патерностер, если он спустился вниз, это активизация мелочи, вот для этих я цели использую такие кормушки, потом я их убираю и перехожу уже на другие, вот, какие другие, да, вот с моей точки зрения оптимальные кормушки это вот такие, я вот ими пользуюсь, я с металлическими кормушками не пользуюсь, я пользуюсь всегда пластиковыми кормушками, она легко всплывает, вот для меня это одна из самых любимых кормушек, я считаю, что она идеальна, то есть объем, размеры, там, ну, граммовки, да, они есть, это от компании Флагман кормушки. Здесь есть грунтозацепы, раз, достаточно качественно калиброванный свинец, два, то есть не получится так, как в некоторых фирмах, кто там берете, и у вас две кормушки, вроде написано 56 грамм, а одна там 48, а вторая 55, да, то есть, ну, мне это не нравится, да, то есть я люблю, что все было хорошо в этом отношении. Впаянный вертлюжок, раз, качественный вертлюжок, не перегруженный слишком, да, нормальный вертлюжок, который должен быть для этого веса. Второе, качественные клепки, то есть пластик отсюда не вылетает, пластик литой, и это единое целое, он здесь не поразрезан, где могут быть клепки выскакивать, и он начинает выходить отсюда. Второе, именно необходимое количество дырок, как мне нужно, потому что ближе их делать и чаще, это получается, она будет хуже всплывать, и мне это не нужно, да, реже делать, может быть, корм залипать и так далее. То есть, с моей точки зрения, вот эта кормушечка, это вот просто идеальнейший вариант, и я ее пользуюсь сам, ну, практически на каждых рыбалках, даже на стоячей воде. То есть, я не люблю клетки, поэтому, опять же, повторюсь, да, только их в крайнем случае применяю, как вот в моем примере выше. А здесь это вот оптимальный вариант таких кормушек. Ну, соответственно, вот такая кормушечка вот компании Волжанка, тоже очень неплохая. Фокс такие кормушки раньше делал, да, здесь грузик съемный, можно снять груз, заменить на другой, если у вас, допустим, там пластика нет, да, корпуса, да, груза есть. Тоже хорошие, тоже крылышки, это как стабилизаторы выполняют, они помогают в полете, в принципе, помогают, там какой-то эффект от них есть. Ну, и, соответственно, дырок не так много, их не так часто, они тоже приятно всплывают, не так, как клетки, да, ну, хорошие. Вертлюжки тоже не ломаются, пластик мягкий, то есть на них можно даже наступить. Вот я их беру, вот так зажимаю, видите, все, у меня все, все хорошо в этом отношении. Дальше, для дальних дистанций забросы, это от кормушки от FIDER Concept металл уже такой есть. Здесь вертлюжков нет, мне это не очень нравится, но, тем не менее, я понимаю, что там, вроде бы, по конструкции ничего тут не сделаешь пока. Вот FIDER Concept сделал такие кормушки, это для тех, кто нужно закинуть на максимальную дистанцию. Конечно, всплывает она не так хорошо, как пластик, да, но зато летит действительно далеко, точно и качественно, потому что груз вынесен вперед, вот, ломаться здесь нечему, хватает достаточно надолго. Вот эти заклепки, кстати говоря, опять же, отношусь к браунингу, да, там ужасные были заклепки на некоторых моделях кормушек, я уж просто не знал, куда их девать. Ну, себе просто, ну, благо, что они там бесплатно достались, я их уже потом раздарил, ну, как бы, со словами, что смотрите, если надо, вот такой косяк у них есть. Ну, вот с этими, с FIDER Concept вот эти вот скрепочки такие, да, трубочки обжимные, они держат леску вроде нормально. Вот, но вот такая кормушка, вот такая форма для меня как-то вот чуть-чуть привычнее. Вот была бы она еще, вот это не к сетке, да, а вот именно вот такая форма, в овальную дырку, в редкую, ну, в редкую, да, дырку, ну, была бы совсем супер. Это тоже FIDER Concept, вот такая кормушка тоже от FIDER Concept с грунтозацепами, ну, люди их, некоторые пользуются, немало кто их любит, ну, я вот не очень их как-то, мне вот ближе вот такие вот кормушки, чем вот это вот. Я люблю, чтобы вертлюб был впаян, чтобы все не закручивалось, ничего, а здесь, соответственно, нужно петля в петлю и как-то делать, либо застежку пристеплять, да, к вертушке, там, к оснастке к своей, ну, здесь хорошие грунтозацепы тоже, поэтому, ну, мне как-то вот не срослось именно с ними, но это не значит, что они плохие, то есть действительно люди их покупают, любят, да, вот такая интересная кормушечка от Браунинга тоже, с таким выносным грузом, тоже пригольно очень летит, а самое главное, интересно, и она не мешает заполнять, потому что кормушки вот такие, да, у них минус тот, что вы, ну, тяжело, заполняете, то есть сверху корм, а потом вам приходится палец большой втыкать в каждую дырку, чтобы его где-то поджать, либо если сильно поджать, подожмешь, не факт того, что он здесь быстро вымоется, да, и пустошит кормушку, поэтому вот этот момент существует, но здесь вот, видите, специально это учли, да, и можно палец спокойно сюда подсовывать, для того, чтобы нужное давление, нужное сжатие при кормке в кормушке, можно достичь, да, необходимой степени размыва этим, да, так, ну, наверное, смотрите, кормушки, их много, я всех их сюда не взял, но вот самые основные, просто в двух словах, буквально хотел ролик сделать как анонс новых поставок, поэтому кормушек тоже еще есть большое количество, и методных кормушек, поэтому обращайтесь, смотрите сайт Multifish, заказывайте, не забывайте, пожалуйста, подписываться на социальные сети, чтобы иметь возможность получить запчасти к своим удилищам, даже те, которые уже, допустим, не возят в Россию, как в Black Hole, у нас есть обчасти практически все ко всем Маховым, Болонским и даже спиннингам удилищ в Black Hole, да, вот ни у кого это нет, у нас они есть, и мы акции эти проводим, бесплатная раздача, кто у нас купил, они спокойно получают, также была Надаева акция, да, сейчас вот мы готовим новые акции, но имейте в виду, что в них смогут принимать участие только те люди, кто купил непосредственно у нас удилище, раз, и второе, кто подписан на социальные сети, ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Ютуб, канал Рутьюб и так далее, если удилище брали не у нас, пожалуйста, что называется, не надо уговаривать, в неловкое положение ставить ни себя, ни моих менеджеров, поэтому мы вам за деньги не продадим запчасти, которые мы берем для бесплатной отдачи нашим клиентам, только для бесплатной отдачи их оставляем, поэтому всего доброго, надеюсь, что немножечко все-таки я вам рассказал, может, кто-то там какие-то белые пятна у себя закрыл по моему рассказу, всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok